Славянская радио Продолжаем разговор Хорошо, идем дальше Елена777, вопрос эфир Всем здравия Что дают правила женщине? Благодарю Ты уже ответил, поэтому не будем задерживаться Могу ответить Еще раз, ну давай Но дать другую информацию Когда речь идет о тандеме То есть тандем Просто кто ее не знает, мужчина тянется Только он в зацепах Женщина на нем просто лежит Сверху, она вне нагрузки Женщина прикалывается, да, отрывается Понятно Но смысл-то в чем? У каждой пары Есть циклы в отношениях То есть мы, допустим, познакомились Первый этап наших отношений Там это гормональная буря Там чувство перспективы И все, что там Все, что связано с гормонами И так далее Мы счастливы Ну проходит там определенное количество лет Ну там цикл Там от трех до семи лет И вот эта буря, она заканчивается Фактически Заканчивается время Которое дано паре Для развития Вот в этот период И вот это время Дальше что происходит? Надо Пара должна перейти на следующий этап Своей эволюции Но для того, чтобы это произошло Надо добыть, добыть время Добыть Почему добыть? Потому что Время это не длительность Время это то, что определяет длительность Это у времени вещественная природа Там очень много исследований научных на эту тему Еще в середине прошлого века проведено Представляете? И вот когда пара в тандеме Он активирует свою мужскую природу Она активирует свою женскую природу И в этом взаимодействии Они добывают время Для следующего этапа В своем развитии И потом в дальнейшем Мужчина взаимодействует с женщиной И в тандеме, когда он взаимодействует с женщиной Он ее не познает Он познает то, что она в нем вызывает Она вызывает активацию его мужской природы Ну и, соответственно, он у нее женская То есть это Беспрецедентная практика Если к ней подходить именно Вот с этой мыслью Это не поиграться Любого мужика можно тренировать Там, пожалуйста, хоть 3 Хоть на нем 100, хоть 200, хоть 300 килограмм Сверху просто будет лежать И он будет это держать То есть когда он управляет Кинематикой тела Это несложно А вот когда на него ложится Женщина весом там 55 килограмм Он может выдержать 300 сверху Я не шучу Это в буквальном смысле То есть это Тренировки эти проводились И проводятся периодически А вот когда на нем 55 Он почему-то не может ничего сделать Он без нее эффективен С ней теряет свою эффективность Или наоборот Он без нее ничего не мог сделать Только она сверху легла Он стал зверем сразу Он начал рвать там троса Выполнять свою задачу В общем у него включилась Мужская стратегия Так вот это единственная причина По которой женщина Должна заходить в контур Направила Представляете? Да Кто об этом говорит? Помимо там Скажем Ну тех поверхностных вещей И тут Ну кстати у нас вчера Был эфир Посвященный энергетическому Взаимодействию Мужчины и женщины Так что Второй день про эротику Мы говорим Взаимосвязь Ну я думаю Я ответил на вопрос Да Я так хорошо ответил Мне так просто Мужчины Имейте в виду Женщина обиженная Это страшный зверь Она у вас Когда вы будете висеть Защекотать может Она вам отомстит Так что осторожней Миколаевич Страховки Вопрос эфир Книгу по тренировкам Студию Где книга? Значит Философия написана Не издаю По одной простой причине Я считаю Что у меня Не у меня У нас Я это не один делаю А все мужики Которые тренируются Они Мы вместе это делаем Недостаточно данных Экспериментальных То есть Описано Красиво Поэтически Но вот как это В цифрах Чтобы не дурить Людям Не дурить Людей Своими фантазиями Вот Так как Тренажер Является Национальным Достоянием С моей точки зрения То и Уровень Знаний Описанных В этой книге Должен быть Соответствующий Он не должен быть Мнением Отдельного человека Не важно Кто ее писать Должны быть Экспериментальные Данные Этот процесс Долгий Он занимает Всегда много лет Чем сейчас Мы заняты Как только Будет Достаточно Количества Написанных Научных статей Которые в книгу Обязательно Должны быть Включены С моей точки зрения Почему Потому что Если допустим Мы лечим Позвоночник То значит Людям Которые к нам Пришли Лечить позвоночник Мы должны Показать доказательства Вот смотрите Мы лечили Позвоночник Вот это До снимки А вот это После снимки Вентгеновские Хотя Вот эффективность Объективная И вот Как только Она берется Эти данные Книга Будет издана Кстати Про позвоночник Раз заговорил У меня у знакомого Компрессионный перелом Пару позвонков Был в молодости Вот Он активно двигается Там все такое хорошо Но иногда Естественно Сказывается Былые травмы Вот Провило В данном случае Как-то может Применяться Хотя бы С точки зрения Восстановления Да Обязательно Я бы Этому человеку Порекомендовал Если Ну как Центр Провило В который он придет Если у них нет Тренажера На грузах То можно Сходить Не сочтите за рекламу Но просто Это объективно Очень хорошая Технология Это Центр Любой доктора Бубновского Это подвесная система Динамическая То есть Человек Который Защитил Диссертацию Получил Патент Научно Обосновал И В плане Восстановления Двигательных Всех вещей Это Самая Крутая Вещь Которую Я знаю Такие Тяжелые Вещи Прессионные Плюс Если Конкретно Но Направило То Соответственно Там Можно Моделировать Движения С зацепами Не только Там За Четыре Точки Но За Две Это Частный Случай Надо Конкретно Приходит Человек Он Показывает Снимки И Под Его Ситуацию Прорабатывается Движение Траектории Углы Сила Вытяжения Вот Это Все Конкретно Под Человека Должно Прорабатываться Соответственно Снимки До Начала Исследования И Через Несколько Месяцев Что Там У него Компрессионный Перелом Динамика Есть Или Нет Потом Там Тестируются Мышцы Их Уровень Работоспособности Сила Упругость И так далее Это Все Надо Делать Обязательно Потом Дальше Там Психологическая Работа Добавляется Потому Что У него Не Просто Компрессионный Перелом У него После Этого Что-то Внутри Произошло С ним Самим После Поражения Тела А Там Вообще Безграничный Объем Информации Может Раскрываться Время Тренированное Поэтому Самое Безопасное Это Либо Центры По Кинезиотерапии Медицинские Либо Центры По Правилам Где Есть Люди Которые Понимают Которые Соответствующими Знаниями Биомеханики И Соответствующим Образованием Которые Понимают Как Вы Проработали Как выстраивать Тренировочную Программу Какие Движения Под Какими Углами Должен Четко Знать Биомеханику Анатомию Физиологию Вот этого Явления Ну а Как по-другому Это же Не Хухры Мухры Компрессионный Перелом В двух Местах Палец Сломал Где-то Да Палец Сломаешь Уже Нехорошо Смотря Как Что Сломать Ладненько Идем Дальше Миколаевич Стараховки Вопрос В эфир Для нас Психов Хороший Начало Правда Все Потеряно Или как Гипоксия По словам Арирада Не для нас Однако Мне помогает То есть Вопрос Такой Для него Как для психа Он себя называет Правила Поможет Честно Скажу Мне этот вопрос Вообще Непонятен Что подразумевается Под словом Псих Ну вот Такое у нас Такое у нас Сообщение Какое есть Так и Прочитал Это я тоже не знаю Могу так сказать Ну приходите Подурим вместе Понятно Прилетай Короче Вопрос Эфир От Ведения Из Курска У меня Жена И теща Тренера По карате Нормально В рукопашном Боя Сочувствую Тренирует В основном Деток от 5 лет Но это попроще Это хорошо Хоть не на взрослых Я имею Желание Смастерить Или Красавица Это написано Сматерить Так это оговорка По Фрейду Да Описка по Фрейду Сматерить Или купить им В зал тренажер Провила Но как-то боязно Без опыта И навыков Растягивает деток У меня такие вопросы Первое Вот теперь серьезно С какого возраста Можно начинать Второе Существуют ли тренажеры Для детей Третье Где можно Пройти обучение И возможно ли Обучение Дистанционное И Сделайте Пожалуйста Какие-нибудь Ссылки На полезную информацию О данном тренажере И с чего И как начать Благодарю Ведения Из Курска Значит В плане Тренировок По детям У нас И у меня В частности Опыт Дети я имею ввиду До 21 года Опыт Небольшой Ну такие Дети Это такие Возрастные 21 год Это нормально Такие детишки Я бы так сказал Что Наверное Наверное Логически Правильнее Когда мы Начинаем Тренировать детей Мальчиков На этой установке Именно мальчиков С 12 лет Когда Там включаются До 12 лет Он еще ребенок А начиная с 12 Это уже самостоятельное Существо Он уже взрослый Его уже надо От юбки отрывать От мамкиной Он уже Не мальчик Он уже пацаном Становится И у него уже Включается тот груз Кармический С которым он пришел Дальше В этот же период Уже надо четко понимать Кто Пришел к нам В род По потенциалу По дару Что это за человек И здесь Тогда Можно использовать Эти тренировки Под него Выстраивать программу Именно педагогическую Чтобы он Глубже понимал Суть свою То с чем он пришел Направил Через эти нагрузки Соответственно В плане Конструкции Для ребенка Она должна быть Адаптирована Под его Размеры Анатомические На мой взгляд Но Я повторяю У меня лично Нет опыта Прикладного Проверенного Наукой Как это действует На мальчишек Я предполагаю Что это Очень круто Это надо развивать Да Мне тоже так кажется Что как раз Вот в таком возрасте Когда организм растет Вот эти вот Дополнительные растяжки И нагрузки Тем более на сухожилии Это очень важно И очень хорошо Только здесь надо Методику подобрать Для такого Подросткового возраста Вот со всем Что ты говоришь Я согласен Что с 12 лет Взрослый уже человек Он по-взрослому Должен отвечать Как раз-то Первое совершеннолетие По всем канонам Оно в 12 лет наступает Я с одним не согласен Со словом пацан Потому что слово пацан Происходит от одного слова Такого Которое означает Мужской причиндал Слово поц конкретно На иностранном одном языке Вот поэтому Когда говорят пацан То это Ну Не совсем правильно Для славян Если мы его заменим На отрок Отрок Парубок Конечно Юноша В юнош Когда вот просто Люди Военные Тем более Там Мы пацаны Меня просто коробит Я так представляю себе Жаргонное Вот это словечко В их языке Это конкретное Указательное Причинное место Мужское И там И еще есть другие Указатели Вот Как они себя Ассоциируют С этим словом Мне становится От этого печально И грустно Ну ладно Так просто Реплика Я об этом не знал Поэтому ты меня сейчас Да У нас были реплики В эфир Отслушать и теперь от меня А я всегда Какую-нибудь гадость запущу Меня потом Вот в чате Начинают там Что ж ты там Весь эфир распортил Ладно Идем дальше От Евгении Самары Вопрос Можно ли При тренировках Увеличение Роста человека Если он решил Малость подрасти Таким методом Вот и правило Как вытягивает Растягивает Помогает подрасти У меня был Метр восемьдесят четыре Стал Метр восемьдесят шесть Но Мы утром встаем У нас одна длина тела Вечером совершенно другая И как правильно Эти колебания В пределах полутора-двух сантиметров Поэтому Я думаю Что Во взрослом организме Уже нет Но когда ребенок растет Возможно Когда у него Гипофиз активен Гормоны роста Продуцируются В большом количестве Возможно Как-то можно Повлиять На рост Во взрослом теле Навряд ли Но Надо понимать Что это могут быть Мои ограничения Мышления Проверяйте На себе Проверяйте Можно гадать А можно действовать Кстати вот Про детей Если мы говорим Как раз Когда Скелет формируется Уже тогда Переходит в стадию Укончательного формирования То вот мальчикам Как раз Необходимо иметь Широкую грудную клетку Полностью Чтобы все было Широкие плечи Сильные мышцы Сильные сухожилия Крепкие Крепкие кости И так далее То мне кажется Здесь очень Такие нагрузки Будут к месту Чтобы сила шла Через плечо И не просто нагрузки Потому что Все зависит На какой идее Мальчик тренируется И буформирует Надо понимать Это очень важный момент Провила Это педагогический инструмент В первую очередь Это потом уже Там может быть Какие-то Медицинские Там Оздоровительные аспекты Это педагогика Какой идея Можно Два мальчика Тренируются В боксерском зале Один выходит на улицу Защищает людей Другой Калечит Движения делают Одни и те же Ну в общем да Здесь даже больше Наверное не педагогика На странное слово Подходит А наше образование Когда образ вкладывается Вот именно образ И вояется Он Создание именно Образа мужчины Вот эти вот нагрузки Преодоление Силы Очень хорошо Это все прочувствуют Особенно мальчишки Которые городские Они не воспитываются В труде Ну да Да Почему именно Опять же Я люблю русские Наши слова Потому что Когда иностранные Произносятся Какие слова Или жаргон Или какие-то еще Смысл мы не понимаем Просто так автоматом Произносим А там каждый Как хочет Так воспринимает Получается Разногласие Непонимание А если мы говорим По-русски То тогда образ То тогда образ Наш И все понятно Образование То есть образ Ваяния Создание Заложения В ребенка Образа мужчины Настоящего Когда генетика Или вернее Родовое Совпадает Предназначение Совпадает С тем Что он должен Как себя проявить Потому что Педагогика Педа Это ребенок Гок Это тот Предводитель То есть Раб Водящий Ребенка Педагог Переводится С греческого Раб Водящий Ребенка Это педагог Назывался А мы там Педагогика Высшая Какая-то Ничего такого Высшего нет Ладно Идем дальше Вопрос Эфира С ютуба От Русское Здраво Здравие Друзья И соратники А женщинам Нельзя заниматься Детям Девушкам Ну мы уже Кажется Здесь Настолько Подробно Рассмотрели Варианты И про женщины И про девушек И уже И про детей Поговорили Что наверное Не будем Повторяться Из ютуба Русское Здраво Как сам Проводишь Тренировку Какая стоимость Приемлешь ли Оплату по сердцу Это что такое Оплата по сердцу Ну оплата по сердцу Это значит У нас как Есть подход Барыги Такой Бизнесмен Да ничего личного 100 рублей В карман клади Я тебе дальше спляшу Вот А есть так Что я тебе Покажу Я тебе расскажу Я тебе сделаю А дальше Вот сколько считаешь Нужным Столько и положишь На бочку Ну так вот Это по сердцу Называется То есть по-нашенски Ну по сердцу У меня В плане Того что я делаю Сердце у меня большое Классе много придется Да Ну во-первых Периодически Проводятся семинары Которые Без денежной оплаты В дар Вот как сейчас Мы работаем Во-вторых Все что касаемо Детей В частности Ну в Тикосе В школе Щетинина Я полностью работаю Без денежной оплаты То есть это просто Моя идея Ребенок он Не зарабатывает денег И А знания эти Ему нужны И поэтому Они отдаются В дар Там не гонорар Не Там все перелеты Дорога Она Принципиально Не оплачивается То есть это моя Мой вклад В будущее Нашей страны Строительство державы Строительство державы Все что касаемо Взрослых мужиков Взрослых мужиков Которые живут В современном мире И для которого Заработок Это как Умение Сходить на охоту По аналогии Да То не совсем Может быть адекватно Если этот мир Современный Он денежный И деньги Не как зло Рассматривать И как эквивалент То это Абсолютно нормально С другой стороны Если бы мы жили В деревне Да Я был бы кузнецом И Я бы не брал Деньги За свой труд То люди бы В любом случае Со мной Не то что Рассчитывались А благодарили Скажем Мешком пшениц Если бы они Не облагодарили Я бы конечно И так бы Скувал Ту подкову Это нормальные вещи То есть Было потрачено Много ресурсов Физических Психических Интеллектуальных Материальных Для того Чтобы создать Эту систему Я заплатил Очень большую цену Не только В плане денег Вложения В науку И Соответственно Человек Который Обучается Это все Эти знания Вкладываются В решение Его конкретных Жизненных задач Он должен Это как-то Вернуть Это закон Равновесия Если это Не деньгами А мешком Зерна В кавычках Это может Рассматриваться Я придерживаюсь С такой точки зрения Мы должны Мы должны Быть адекватны Относительно Современности Чтобы Вот это Отсутствие денег Не превратилось В нашу Внутреннюю Нищету Если мы Говорим По славян Ну ты сейчас Уже затронул Тему Такого Ведического Державного Мироустройства Когда Мир Вот В смысле Общины Он Именно Заботится О тех Кто заботится О благополучии Общины Ну вот Давай так Разберем Я живу в деревне Нигде не работаю У меня единственный Труд Это радио Которое Некоммерческое Денег не приносит Вот как мне С тобой Рассчитаться Захотело К тебе прийти И стать Мужчиной Да Вот Чтобы ты меня Подергал Там Потренировал И так далее Как мне быть Ну во-первых Если такая ситуация Она возникла И человек Он Скажем так Не социализирован В финансовом плане Он приходит Для меня не составит Труда Там Показать ему Что это за система И Потренировать его Чтобы он Через себя пропустил На ощущениях Понял Что это такое Дальше Если он Живет в деревне Да ради бога Вот тебе чертежи Сделай И тренируйся Вот основные Постулаты И дисциплина В тренировках Развивай Этот путь Возможен Да Вот Дальше Следующий момент Если это община Реальная община Не там Где Люди Просто за власть Борются Друг с другом Ну да И не дачники Чистые помыслы Я понимаю Что там Тоже Такой современный Атрибут Как деньги Он Ярко не представлен Но ради идеи Общины Ради идеи Я готов Допустим Приезжать И я это делаю Там Допустим Последнее Приложение В Тюмени Там у ребят Есть община Они сейчас Наверняка Меня слышат Ради их идеи Я готов Вкладывать В дар Тренировать их Там Чтобы решать Их задачи Которые Они решают Делая Общее дело Общенное Это реальность Это происходит Поэтому Я думаю Я ответил на вопрос В общем понятно По совести То что называется Хорошо Идем дальше Елена 777 Вопрос Эфир Как правильно Определить Для себя Натяжение Когда Ты Направила Опять же Елена Девушка У нас Да Поэтому Уже Отвечали По поводу Правила Что ей Как-то Другой Вариант Нужен Не чтобы Она Растягивалась В плане Вытяжения Вообще В целом Если мы Посмотрим Для того Чтобы Правила Как процесс Истины Когда Состояние Правила Начнет Включаться Произошло Необходимо Вытяжение Под названием Струна То есть Когда Вас вытягивают На грани Межу Физиологическим Анатомическим Пределом Не только Телесными Ощущениями Человек Это понимает Что он В струне Но Самый Главный Признак Он Стопроцентный Вы никогда Не промахнетесь Мозг Перестает Управлять Движением То есть Вы даете Сигнал Мозгу Команду Давай-ка Сделаем Сгибание В локте Вот Вот Прям Всей Силой Души Своей Направляете Эту Информацию В мозг А он Это Не делает Он Отказывается Он Не Управляет Движением Это Знаете На что Похоже Вот Этот Процесс Вот Есть Вода Мы Ее Начинаем Нагревать Точно Так же Накаляется Наша Биохимия Во Время Этой Тренировки А Дальше Если мы Осуществляем Переход Из этой Струны В зону Преображения По аналогии С водой Когда Она Из Меняет Своё Агрегатное Состояние Оно было Жидкое Стало Парообразным Она На структурном Уровне Качественно Стало Другой То есть Стоит Вот эта Задача Из струны Преображение Выскочить В кавычках Изменить Своё Агрегатное Состояние И Если Ты понимаешь Своё естество Свой Первый Образ То Тогда Ты Способен Заставить Мозг Выстроить Работу Таким образом Чтобы он Начал Управлять Движением Все Так Вот это Истинный Процесс И это Реальное Правило Наступает Женщине Туда Ходить Не надо Потому Что У нее Будет Посттравматический Синдром И прочие Нехорошие Вещи После Этих Нагрузок Не надо Ей туда Ходить А вот Мужику Это Благо И вот Вы Определяете Силу Вытяжения Когда Ваш Мозг Перестает Управлять Движением Это Может Быть Объективно До Еще Не будет Такой Силы Вытяжения На грани Физиологического Предела Но Субъективно У вас Уже Будет Срыв Уже Все Пора Вниз Закончить Процесс Это Не Окончание Процесса Это Начало Тренировки При Этому Вы Могли Там Несколько часов Вокруг До Около Ходить Несколько Раз Заходить В этот Контур Потеть Но До Струны Не Доходить А Вот Как Только Дошли Тогда Уже Либо Паника Либо Опускаемся Либо Преображаемся И И Вот Когда Вы На Этой Грани Переход Осуществляете Вот Здесь И Свершается Чудо Вам Открываются Законы Природы Которые Работают В Мужском Теле И Тут Целая Система Знаний Все Что До Этого Это Не Правило Как Процесс Это Подготовка Разминка И так Далее Доказательства В науке Очень Много И Просто Подумайте Внимательно Вот Такой Приходит Там Мужчина Который Может Самолет Сдвинуть С места Тело Настолько Подготовлено И Его Вводишь Струну И Его Трясет Он Все Его Сильные Сухожилия Вдруг Становятся Слабые И Совершенно Другая Ситуация Парень Там Внешне Ничем Не напоминающий Богатырского Телосложения Но Там Такой Дух И Он В этой Струне Он Чудеса Творит Вот Чтобы Понять Ты Проявлен Или Нет Необходим Вот Эта Сила Вытяжения Еще Молент Один Очень Важно Алексей Извини Перебил Тебя Будьте Берегите Себя Когда Вы Тренируетесь Если Есть Слабые Места В теле И Во Время Тренировки Даже Вне Больших Нагрузок Если У вас Возникает Патологические Ощущения Патологические Не Просто Вытягивает Тело А Вот реально Уже Медицинская Боль Идет Надо Немедленно Опускаться Не Травмировать Потому что Одна травма Направила Она Очень Долго Потом Заживает Как Сломанный Кулак Если Ты Один раз Сломал То Он Будет Всю Жизнь Бить Не Так Я думаю Я ответил Алексей Хорошо Так Из Ютуба Сергей Огарков Вы Сказали Что Кто Не Может Поддерживать Здоровье У того Проблема С головой Но Многие Честные Хорошие Люди Болели И Ушли В мир Иной Как Например Сергей Данилов Причистый Мусварга Или Я Неправильно Понял Да Я согласен Что Сергей Данилов Причистый Мусварга Но Там Ситуация Несколько Другая Не Надо Всех Равнять Не Надо Всех Одной Гребенкой Пытаться Причесывать Если Кто Не Знает Что Произошло Сергеем Даниловым И Как Это Все Происходило То Наверное Не Будем Сейчас Об этом Говорить Но Там Другая Ситуация Я Сказал Про Людей Живущих В Современном Мире Которые Не Могут Элементарно Следить За Своим Здоровьем Которые К 30 Годам Начинают Уже Рассыпаться Они Доводят Себя За Состояние Рухляди Который Сыпется Вот Он Идет А у нее Там Сыпятся Болты И Штанины Из-под Юбки Вылетают С виду Вроде Все Лакировано И Накрашено А на Сам Деле Там Все Гниет И Высыпается Вот Про Кого Я Говорил Сергей Данилов К этим Не Относится Людям Как И Многие Другие Которые Ушли При Помощи Кое Кого Так Что Давайте Не Будем Равнять Вопрос Эфир От Светланы Чем Отличается Альфа Гравити Альфа Гравити Веревочки От От Провило От Провило В Альфа Гравити Нет Осевого Вытяжения Вас Просто Подвешивают К потолку А Вытягивание Вдоль Оси Тела Не Происходит Поэтому Там И Энергетически И Психически И Биомеханически Совершенно Разные Происходят Если Альфа Гравити Это Скажем Так Практика Для Всех Вообще Для Всех То Провило Это Надо Очень Четко Дифференцировать Понятно Вопрос Эфир От Игоря Из Ярославля С Какого Возраста Начинает Тренировать Деток На Провиле Благодарю Я Как Уже Сказал Я Б Рекомендовал С 12 Лет Может Быть Кто Раньше Созрел И Небольшой Опыт Небольшой Который У меня Есть Он Говорит О том Что До 12 Лет Они Просто Не Понимают Что Там Делать Поиграться Можно А Вот Так Вот По Взрослому Подойти Глубинно К Этому Процессу Ребенок Должен Мозг У него Должен быть Определенным Образом Уже Сформирован Достаточно Пластичен В отличие От Взрослого Сухожилия Должны Быть Подготовлены Это Объективно Они Должны Быть Подготовлены Чтоб Кисти Там Не Травмировались У него Ну И так Далее Поэтому У кого Есть Тренажер У кого Есть Сыновья Начинайте Пробуйте Просто Увидите Что Ребенок Там Скажем Восьми Десяти Лет И Ребенок Которому Двенадцать Лет Уже То Того Ж Ребенка Восемь В десять Лет Такая Составная У тебя Фраза Получилась Ребенок Восьмидесяти Лет Отличается От ребенка Двенадцать Лет Я так Представил Бодрого Дедушку Направили Ну Как-то Да Отличается Кстати Для стариков Правило Так Для Мужчин Таких Уже В Очень Серьезном Возрасте По Современным Меткам Это Как У меня Был Опыт Самый Старший Шестьдесят Семь Шестьдесят Но Надо Понимать Что Там Энерго Обеспечение Уже Другое В теле И Там Настолько Бережно Все С ним Работал Плюс Еще Курящий Вообще Так На будущее Те Кто Курят Не Заходите В Контур Если Вы Курите На Реальную Тренировку Чтобы Не Загубить Сердце И Сусоды Вот У Него Было Несколько Тренировок Он Был Просто Не Местный У нас Жизнь Его Привела И На этом Все Закончилось Мне Потом Говорили Что Он Курить Бросил Но Самое Ценное Что Он Вынес Из Тренировок И Вообще Мужик Скажем Так В возрасте Пенсионном Что Может Вынести Что Он Еще Не Мертв Советское Время Ушел На Пенсию Все Дальше Все Ждут Скорей Бо Ты Отошел Потому Что Дешевле Обойдется А на самом Деле Как Мужик Как Коньяк Чем Старше Тем Крепче Почему Ему Сегодня 100 Лет И Он Сегодня Может Завтра Умер Уже Отойдет Ребенка Он Зачать Может Способность К Размножению Это Говорит О Здоровье То Есть Он Чем Старше Тем Он Крепче На Самом Деле Старый Конь Борозды Не Портит Если Он Статусе Если Он Стратег Если Он Служение Идеи Своей Если Дар У него Проявлен Если Он Делом Занят То Соответственно Он Когда Тренируется Он Понимает Что Ему 60 Стукнуло А Жизнь У него Еще Продолжается И Сила У Него Еще Есть Поэтому Тем Кому В Наше Время После 55 Уже Многие Начинают Ощущать Что Потихоньку Разваливается Тело Вот Просто Начните Тренироваться Вы Реально Ощутите Что Вас Жизнь Еще Хоть Отбавляет Для Мужика Это Очень Важно Психологическое Воспрять Духом Так что Девчонки Видите Мужика С бородой Который Направили Кувыркается Имейте Ввиду Достраивайтесь В очередь Жених Еще Тот Я Видел Все Все Пойдем Я видел Реакцию Женщин Когда Мы Проводили Тренировку Командную Мужчины Которые Одинокие И женщины Которые Одинокие Просто Мы Их Свели Чтобы Они Просто Посмотрели На Реальный Процесс Что Происходит В Пространстве Когда Мужчина Проявляет Мужскую Природу Многие Женщины В повседневности Даже Не Видели Что Это Невероятная Красота Посмотреть Женщине Что Такое Когда Проявляется Дух Мужской И Да Там Не Только Красота Там На Всех Параметрах На Всех Уровнях Вырывается Поэтому В любом Возрасте Надо Пробовать Но К Сожалению Не Объять Не Объятная Поэтому У меня Опыт Только Один 67 лет Понятно Понятно Ну В общем Девушка Мы Все Сказали Они На Все Поняли Вы Поняли Как Себе Мужчин Выбирать Вот Если Направили Значит Правильный Мужчина Если За Компьютером И В Обтягивших Штанишках Идите От Него Он Вам Как Бета Или Посылайте Направила Его Реплика Эфира Тяна Здравия Алексея Евгений Раж Буквально Солнечный Свет Огонь И По сути Мы Можем Обретать Его То есть Евгений Получается Вашей практике Направлен На то Чтобы Испытал Необычное Состояние Духовное Практически Неуправляемого Подъема Или же Говоря Простым Языком Это Вхождение Состояния Аффекта Насколько Мне Известно Основной Заполняющей Все пустоты И поры Скелета Так ли Это И Насколько Я понимаю Ваши Тренажеры И Направлен На то Чтобы Растянуть Связки Так И Хрящи Позвоночника Верно Я Вас Понимаю С точки Зрения Биомеханики Да Но Только Я бы Внес Поправку Это Наши Тренажеры Это Наши Вот Что Касаемо Солнечные Солнечные Энергии То Это Образ То есть Можно к этому Так Относиться Я просто Говорю о том Что Стимуляция Костного Мозга Происходит Во время Этого Способа Тренировок Как Это Вам нравится Поэтически Выражать Ну Может быть Это И правда По каким Критериям Мы поймем Что Там Допустим Жизненная Сила Активируется Человек Что Это Такое На Молекулярном Уровне Тождественность Где Мы Найдем Соответственно Каким Оборудованием Это Можем Зарегистрировать Чтобы Утверждать Это Был Не Просто Поэтический Красивый Язык Взывающий Чувства Но Он 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 Вещал Истину Да Ну Вот Мы С тобой Говорим Про То Как Женщины Реагируют На Мужчин Направили Елена 777 Реплика А есть Видео Где-то К счастью Нет И Очень Много Тренировок У нас Которые Мы И не Снимаем А те Снимали Мы Не Выкладываем Потому Что Их Можно Понять Неоднозначно Человек Не Пребывает Скажем Так В том Процессе Когда Он Смотрит Видео Уже И Чувственном Уровне Восприятие Совершенно Другое Ну Это Очень Интимные Вещи Я Не Думаю Что Многим Людям Это Понравится Когда Их Выкладывают На Общее Обозрение Да Нет Надо Просто Спросить А Не Уважнение И Прям В личку И Потом Послать Ну Есть же Одинокие Мужчины Которые Так Хотят Проявить Себя Для Женщин Которые Хотят Посмотреть Ну Так Как Визитная Карточка Вот Мы Соговорили Если Мужчина Направили Значит Наш Мужчина Значит Правильный Мужчина Значит За Такого Стоит В огоне Воду И Горящую Избу И За Конем Да Вот В этом В пиджачке Иностранном Торс оголенный Направили Вот Все И такая Улыбка С раскрасневшим Лицом Вот Какой Я Мужик Смотри А Чувствуешь Сразу Какой Огонь Вот Ладно Дальше Вопрос Из ютуба Не по теме Эфирами Город Земля Здравия Вам Добра Вашей Студии Ребята Пожалуйста Сделайте Передачу В кавычках Интервью Для Пришелец Увидел В ютубе На эту тему Спасибо Заранее Я не знаю Этого Видео Интервью Для Долап Пришелец Может Ты чего Знаешь Я не знаю Я Нет Ни о чем Не говорю Да Идем дальше Азм Есть Сарь Написал Вопрос В эфир А спину Вылечить Так Можно Ну В смысле Направила Можно Даже Нужно Да Ну Мы Уже Говорили Там Где Компрессионные Переломы Вытягиваются Все вопросы В плане Опорно-двигательного Аппарата Вообще В целом Работы Суставов Вообще Косно-мышечной Системы Функция Сустава Двигательная Если Функция Не тренируется Она Угасает Ну Например Одна из Функций Мозга Там Память Если Мы ее Не тренируем Она Угасает В любом Возрасте Просто У пожилых Это более Заметно Значит Каждый Сустав Неважно Какие Анатомические У него Особенности Какую Двигательную Функцию Конкретную Он Должен Делать Определенное Количество Движений В сутки В полной Амплитуде Например Если Даже Мы Побежим То Суставы Позвоночника В полном Объеме Работать У нас Не будут 5% Допустим От всего Объема Скручивания В позвоночнике Это Поясничные 5 позвонков А 75% Объема Скручивания В позвоночнике Это Грудные Позвонки Но Они же у нас При движении Не работают В полную Амплитуду И соответственно Мы не Предъявляем Я имею ввиду Мы люди Современные С нашим Сидячим Образом Жизни Повышенные Требования К двигательной Активности Сустава Если мы Заставляем Его двигаться В полном Объеме То есть Выполняя Любые Движения Которые Заставляют Работать Его В его Траектории Анатомически Обусловленные То его Функция Двигательная Потихоньку Она Восстанавливается И соответственно Эти движения Можно делать Лежа на полу Можно делать Там На подвесной Системе Типа Альфа Гравит Или ТРХ Эти движения Можно делать На Тренажере Провила Это вопрос Методологии Уже Главный Сам принцип Попробуйте Сесть на пол И сделать Наклон Вперед Не сгибая Колени При этом Стопы На себя Если вы Не можете Грудью Лечь На колени Не сгибая Их То у вас Двигательная Функция Нарушена Она Не востребована Это просто Любые Ограничения Любая Патология В упорно-двигательном Аппарате Это компенсация Невежества Вот и все Здесь Провила Просто как Сомогательную роль Играет Вот скажи У меня есть тоже Знакомые Многие Которые С грыжами Современная Болезнь Грыжа Позвонков Межпозвоночная Грыжа То что называется Как ты думаешь Здесь правило Поможет Каким-то образом Устранить Их Или все-таки Здесь нужны Какие-то Специальные Другие Упражнения Известные Это всегда Частный Случай То есть Надо смотреть Ее локализацию Надо смотреть В какой Траектории И какое Движение Нарушено И в соответствии С этим Уже Прописывать Траектории Движений В этом Контуре Понятно И второй Момент Важный Это факт Который Не учитывается Если мы возьмем Межпозвонковый Диск Вот его Фиброзное Кольцо Которое Создает Каркас Внешний У него И разрежем То мы Увидим Что внутри Этого Фиброзного Кольца Есть Отложения Точно Такие же По своему Составу Как в сосудах Допустим Говорят Атеросклеротические Бляшки То есть Шлаг В кавычках Он не только В сосудах Он и В фиброзном Кольце И когда Он там Накапливается Фиброзное Кольцо Диска Межпозвонкового Там появляется Микротрещинки И содержимое Диска А там Это гидравлическая Система Там жидкость Она начинает Пропотевать Наружу А так как Это должно Внутри быть Диска А не снаружи Организм Начинает думать Что чужеродный Белок И его включают Иммунную реакцию Защитную И пошла И пошла Вся симптоматика Поэтому Первое Что надо Сделать Это Снять Отек Который Там Возникает Отек Дальше Это не всегда Может быть Вытяжение То есть Если мы Используем Вытяжение Надо понимать В какой Траектории Его безопасно Сделать Вытяжение Потому что Можно уже Содержимое Вовне Диска Межпозвонкового Увеличить И второй Момент Надо Привести Мышцы В нормальное Боевое Дееспособное Состояние Те мышцы Которые Участвуют В выстраивании Движения В этом Суставе Это процесс Длительный И он Человек Который Начинает Это делать Это всегда Увенчивается Успехом Стопроцентно И вторая Суставная Это надо Следить За едой И да Грязь Не только В сосудах Все вопросы Касаемые Тренажера Провилы Опорно-двигательного Аппарата И вообще Любых Медицинских Любых Телесных Ограничений Это всегда Частный случай Надо профессионально К этому подходить И понимать Конкретно Что происходит С телом При выполнении Движения Про еду Что ты имел ввиду Должен быть Баланс Между Тем количеством Которое ты съел И то Количество Которое ты потратил Я здесь Не говорю О конкретных Течениях Там Сыроеды Веганы Мясоеды Всееды Я не об этом Сейчас говорю Вот Принцип Простой Количество Движений Которые ты делаешь В сутки Оно должно Сжигать Вообще Все что ты съедаешь Чтоб живот Не рос Жир не накапливался А когда С нами Что происходит Мы Мы не едим Я извиняюсь За выражение Мы жрем И не двигаемся Мы не востребуем Ту силу Которую мы поедаем Безграмотно сказал Думаю Понятен образ И вот этот принцип Когда мужик Становится Ленивый Нет ничего Омерзительнее Ленивого мужика Современного Когда он Жрет больше Чем он Тратит Это Сказывается На его психотипе Это не тот Не только тот Мужик Там Мальчик Который за компьютером Там Как ты говорил Алексей В тягивающих Штанишках Сидит Если твой пузо Пузо ниже колен Свисает Так ты Подумай Что ты делаешь Не только С своим телом Но и с природой С мужской Это называется Зеркальная болезнь Зеркальная болезнь Да Когда черенок Приходится рассматривать Зеркаль А не наклонив Голову вниз Пузо перекрывает Все что ниже Пупка Вот Да Это что Смешного Чем Больше пузо Тем страшнее Для мужчин Я вот Я смотрю На современных людей Не только мужчин Но и на женщин В общем-то Иногда Особенно сейчас Весной это видно Когда все так Разоблачаются Снимают теплые одежды Вот такое ощущение Что Откуда-то Ну Как бы так Чтобы не обидеть Мягко сказать-то Из какой-то Сфинофермы Выпустили За зиму Откормившихся Вот таких вот Самочек И самцов То есть Обтягивающие Штанишки Такие Где вот эти Вот окорочка Болтаются Вот И думаешь Что это красиво Где пузо там Свисает Через ремень У мужчин Они считают Что это доблесть такая Там богатырь Такой идет Вот Когда уже руки Так В стороны Расходятся Потому что Просто пузо Уже в стороны Полезло И как матрешки Так это руки Уже Не вниз А по сторонам Расходятся И женщины Когда Ну Вот страшные вещи На самом деле Страшные люди Задумайтесь Во что вы себя превращаете Ведь Такое ощущение Что вас на убой Откармливают И вы ведетесь На это Ну я понимаю Там Ну чуть-чуть Запасик там Жирка Ну маленький Какой-то Ну как говорится На черный день Да Вот там Поголодал Там два денька Случилось Поголодать Ну не умер Да Все хорошо Замечательно Но когда Этот жир Уже Забил Все внутренности Ваши Уже Он там И наружу Лезет Я не знаю Зачем Вам это надо Это Это же Ухудшает Ваше Самочувствие Это же Болезни Сплошные Сердце Не выдерживает Легкий Желудок И печень Все там И ноги Начинают болеть И вы уже Ходить не можете Нормально Как утки Уже Передвигаетесь Переваливаетесь Ну страшно Смотреть Просто посмотрите Есть кстати В плане Жира Да Если Говорим об этом Где-то же Генетически Обусловлено Количество Жировых клеток В теле И Допустим Если взять Северный народ Да Вот Сибирь Если мы возьмем Это регион Где надо было Проходить Очень большие Расстояния Мягко говоря Неблагоприятных Условиях В том числе И климатических И большое количество Жировых клеток Оно позволяло Выживать С минимальным Количеством Еды Пищи Поэтому Если у мужика Телосложение С большим Количеством Жировых клеток Это значит Его тело Оно приспособлено К очень длительным Интенсивным Нагрузкам Походы Экспедиции И так далее И его надо Востребовать Его надо Загрузить И тогда Не будет проблем Ему есть мясо Или не есть мясо В этих нагрузках Он что не съел У него все будет Сжигаться Генетика Будет востребована Ну в общем Это вопрос Просто Культуры Вот и все Ну да Согласен Дальше Вопрос эфира От Олега Из Иркутска Здравия Сказителю Помогает ли Провило Излечить Коксартроз Тазобедренного Сустава Благодарю Я уже говорил Центр Бубновского В первую очередь То есть Если этот процесс Разрушения Головки Бедренной Кости Начался То Вы уже Прошли эту точку Невозврата Так считается И вы просто Оттянете Процесс Замены Сустава Полноискусственные Поэтому Все что связано С опорно-двигательным Аппаратом Не надо Это не вопрос Поможет Не поможет Провило Это вопрос Квалификации Человека Который Занимается Вашим Лечением Если он Будет для этого Использовать Провило Да ради бога Другие Подвесные Системы Ради бога Ну в общем Да Реплика В эфир От Виталия Из Эстонии Время Это процесс Простекающего В данном Пространстве Ведь реально Не само Время А процессы Простекающие В пространстве Вот такой Философский Взгляд На это Время Это то Что обеспечивает Длительность Процессов Но не сама Длительность Вот так вот Виталий Природа его Вещественна Альберт Веник Середина Прошлого века Он Сначала Создал Математическую Модель А потом И Экспериментально Это доказал Правда Потом он попал В черный список Советских ученых И его не печатали Его статьи научные Но это уже было Как явление Козырев Очень многое Про время Я к тому Что Это не то Что мы думаем Это не То что мы думаем Это там Процесс распада Атома Цезия Или процесс Полураспада Атома Цезия Вот что тут происходит За одну секунду Но одна секунда Это не время Это единица Измерения Само время Это то Что обеспечивает Вот эту длительность Которую мы Измеряем в секундах Это не фиксированная величина И не длительность Как Ньютон писал Это отдельная тема Ну в общем да Так что Виталий Вот так вот На твоё Философствование Вот такое любомудрие Дальше Наталья Ами Вопрос в эфир Скажите После полостной операции Через какое время Можно Направило Честно скажу Не приходили После полостной операции Но Я Да когда заживёт Тогда ему уже наверное Ну да Когда он заживёт Но И Просто Рискую Назвать один пример В Челябинск В Тюмени Есть Один человек Который активно Занимается правил А он После полостной операции Это делал Я думаю Лучше к нему Обратиться с этим вопросом Он ответит Хорошо Ну и в заключение Такой вопрос Своеобразный Из Ютуба От Козьмы Прудкова А на гвоздях стоять Полезно? Я даже не знаю Как отвечать на этот вопрос На раскалённых Я так говорю На раскалённых Полезно Я тоже не знаю Надо ввести ещё одну составную Для Какую цель Вы преследуете То есть На каких гвоздях Да Если она достигается Эта цель Очень полезна Но вообще Моё мнение Если без шуток Стояние на гвоздях Это такая практика Которая вам позволяет Управлять Вниманием Своим Фактически Вы контролируете Мышление Вы либо позволяете Негативные мысли Например Как Ой Мне здесь больно И невозможно Быть в вас И действовать Либо вы эту мысль Не пропускаете Не рождаете в себе То есть Вы тренируете Можно так сказать В том числе Дисциплину мышления Но относительно Именно этого процесса Состояние на гвоздях И ценно не то Что вы там Стоите одну минуту Или сто минут А то что вы понимаете Что у вас есть Некие данные От природы Инструмент Благодаря которому Вы можете контролировать Свою мысль Вот что я бы вынес Состояние на гвоздях Но Я там практиковал Там раз-два По пальцам Можно обсчитаться Сколько раз Есть люди Которые больше меня Дольше меня Это практикуют Я думаю Надо им задать Этот вопрос У них опыта больше По пользе Понятно Понятно Ну что ж Вопросы мы все Озвучили Я предлагаю Подвести итог Сегодняшней нашей встречи Хотелось бы уточнить Какой-нибудь вопрос Тебе понравился Из чата? Абсолютно все Мне Вот Знаете как У меня цель Отдать То что я знаю Ну потому что Полный стакан Он ничем не наполняется Уже И то что люди Задают вопросы Говорит о том Что тема живая Что есть Перспектива Все кто Допустим у нас Обучаются Я как бы Ребятам всем говорю Что вы когда Освоили эту практику Ну на определенном уровне Вы должны понимать Что вы стали Хранителями Хранителями Этой культуры Вы должны Сохранять Чистоту Передавать Без искажения И Это возможно Когда человек В поиске Он действительно Искренне Хочет понять А что это Зачем это И каким образом Это можно использовать Пока люди Задают вопросы Пока есть живой интерес Пока ум Работает Я думаю У нас есть шанс Культуру Сохранить Хорошо Подведем итог Сегодняшней встречи Получается следующее Что правило Это Скажем так Не твой личный Инструмент И тренажер Это всенародный Тренажер Который Ты вот так вот С соратниками Своими Изучаешь Его воздействия И делишься В скором времени Должна появиться Книга В которой будут Описаны основные Воздействия И эффекты От этих воздействий Тренажера правила На человека На человеческий организм Дальше Насколько я понял Ты готов делиться Секретами Его Изготовления Кому это необходимо Если вдруг В каком-то Вдруг месте Понадобится срочно Твоя экстренная помощь Чтоб ты рассказал Показал То и тут можно С тобой договориться Вот Если там все по совести То и ты тоже по совести Будешь Отвечать Ну а если там барыги Ну естественно Пускай платят Как и это Положено барыгам Ну что Ну а что ты смеешься Ну у них Судьба такая Барыги Они должны Отвечать За свое барыжничество Ну как-то так Давай подводить Сегодняшний итог Уже с твоей стороны Вот ты можешь пожелать Нашим радиослушателям Что-то доброе Вечное Чтобы душа развернулась И стало Очень хорошо И светло Ну Надо Утвердить В себе Такую простую истину Что знания Все Они внутри нас Даже когда мы читаем Книгу Книги знаний нет А вот та информация Которая В нас поднимает Наши отношения К тому тексту Что написано в книге Это и есть Это реальное знание И каждый человек Он носитель Он источник Этого знания И достаточно Просто обратить На это внимание Используя Ту или иную практику И эти знания У вас начнут Раскрываться То есть Знания обо всем Важно Просто для мужчины В современном Не забывать Про стратегию Про дисциплину Потому что Если нет дисциплины Нет мужчины Когда нет порядка Вокруг него И Мне бы очень Хотелось Чтобы Вот эта культура Как реальная Адекватная Понимание Устройства Вселенной Она Была представлена Среди Нашего населения Люди чутко понимали Что это такое Возродилась семья И культура отношений Между мужчиной И женщиной Чтобы возродились Знания Как воспитывать Наших детей Не мешая Им Развиваться Ну В общем Чтобы мы Мне иногда кажется Что поколение Вот Мое Там Я 76 Года Люди Которые На долю которых Выпала Именно Вот Та волна Возрождение Практик То есть Именно С моего поколения Началось Вся информация Стала всплывать Наша задача Именно Их возродить Создать фундамент Для тех Кто будет После нас Ну И Как говорит Михаил Петрович Щетинин Мы Изначально Все способны Летать Мы были Счастливы Кстати Критерий После тренировок Ты просто Счастлив Если ты Действительно Все правильно Сделал Из струны В преображение Выскакиваешь Тебя возникает Состояние Безусловное То есть Первый критерий Если Ты Обернувшись После того Как вышел С правила Обернулся И не увидел Своих рук Оставленных На правиле Это значит Хороший симптом Второе Что легкость В теле появилась Гибкость Да и такой полет Это второй симптом И ты счастлив Это третий симптом Значит Все сделал правильно Ну что ж Благодарю тебя За очень интересный Рассказ Девушкам Такой вот Совет Девчонки Теперь Ваш первый вопрос Должен любому Мужчине Который вам понравился Так С которым вы Какие-то планы Думаете О семейных Делах Да А ты Мужичок На правиле Висел Первый вопрос Должен быть Все Вот когда Отвечает Да Вот дальше Уже можно Продолжать беседу Если говорит Нет Ну тогда Просто Гордо Поворачивайтесь Так Нашелся И все Идите Своей дорогой Вот до тех пор Пока он На правиле Не повисит Никаких Серьезных Разговоров О семейном Положении О детях И будущем Счастливом С ним вести Бесполезно Но он В скором Время Просто Сдуется И все Вот На всей Позитивной Нотке Я с вами Прощаюсь Напоминаю Что по одному Из современных Календарей У нас 20 апреля 2017 года Четверг По одному Старинных Девятый день Месяца Пассивного Речения 7525 Лета Седмица Тренажер Провила Мифы Реальности Я думаю Что раскрыли Мы и мифы И реальности И помогал нам Раскрывать Евгений Кочкин Что за что Неский поклон Тебе Евгений Наш Поклон Всем тем Кто Принимал Активнейшее Участие В эфире Своими Репликами И вопросами Как в чате Народного Славянского Радио Так и На канале Нашем Ютубе Молодцы Так держать Уже неоднократно Говорил Без ваших Вопросов Передачи Были бы скучны И не столь Информационные Не столь Интересные Благодарю вас Всем добра Быть добру Друзья мои До новых встреч Услышимся Счастливо Всем